Здравствуйте, дорогие друзья! Четвёртый урок нашего с вами телевизионного курса «Французский язык и Франция», который, напомню, был задуман как курс французского языка для начинающих. Напомню, что вся система обучения, которая была разработана нами, которая предлагается вам, система обучения французскому языку, основана, как вы уже поняли, на активизации познавательной деятельности, вашей познавательной деятельности при работе с текстом. И, собственно, текст используется нами как условие, при котором мы можем реализовать и подойти к решению основных задач, которые мы с вами совместно наверняка ставим перед собой. Вы в первую очередь ставите перед собой. Такие задачи, как научиться читать на французском языке, научиться понимать, что говорится на этом языке, то есть понимать на слух, научиться переводить, то есть осваивать содержание прослушанного и прочитанного, то есть семантизировать то, что вы услышали и то, что смогли прочитать. И, наконец, это конечная цель научиться общаться на французском языке. Вот, собственно, основное условие вот этой активной деятельности, которую вы осуществляете и в ходе самой передачи, когда вы совместно работаете с нами, и в домашних условиях, когда вы выполняете те или иные домашние задания, которые вам позволяют не забыть содержание передачи, позволяют активизировать тот материал, который вы усвоили в ходе передачи, а может быть и в чем-то его расширить за счет минимальной пока самостоятельной работы со справочниками, либо с двуязычными словарями. Напомню, что весь наш курс состоит из трех циклов по 10 уроков в каждом. Вот мы пока что с вами находимся на первой ступеньке, на самом начальном уровне, но, мне кажется, вы со мной, наверное, согласитесь, что какой-то определенный успех наверняка достигнут. Вот, по крайней мере, мы с вами постепенно, шаг за шагом продвигаемся по пути освоения и овладения французским языком. Структура курса, она стабильная. Напомню, что в центре внимания находится текст, то есть это основная единица языка и речи, с которым мы работаем. И вокруг текста, собственно, и структурируется вся наша с вами работа в течение телевизионного урока. Три основных этапа работы с текстом присутствуют на занятии. Это аудирование, восприятие на слух, это семантизация за счет перевода и это, наконец, самостоятельное чтение. Ну и некоторые другие дополнительные задания в зависимости от тематики текста присутствуют на наших с вами телевизионных занятиях. Итак, мы сегодня поговорим на тему климат Франции. Вот, собственно, тема сегодняшнего занятия и точно так же называется текст, с которым, собственно, мы и начинаем работу. Напомню, задание, первый этап работы с текстом урока состоит в том, чтобы внимательно прочитать текст, который предъявляется последовательно предложение за предложением на слайдах, и одновременно прослушать текст, который, напомню, звучит в аутентичной записи носителя французского языка. Итак, мы приступаем к работе над текстом текущего четвертого урока нашего телевизионного курса «Французский язык и Франция. Курса для начинающих». Итак, еще раз напомню задание. Мы с вами внимательно читаем и слушаем текст. Запись четыре. Лес климат французский. Ситуа а легале дистанцс ду пауле и де лекуатею, ла Франц са у климат темпэрэй, ни тро фрои, ни тро шоу. Трои типы деклима са партажа ле Территои. Ле климат оцэник, ле климат семи-континентал, ле климат медитерранеен, о кае са жуте, релеф оближ, ле климат де монтагне. Ле климат оцэник вVAли хлебае да ле тярри тяхе. Продолжение следует... Des automnes lumineux et des printemps souvent plus vieux. Le type parisien avec des étés plus chauds, des hivers plus froids. Le climat à tendance semi-continentale est établi dans l'Est et dans les vallées à l'abri des vents d'Ouest. Il se caractérise par des étés chauds et orageux, des hivers froids et souvent enneigés. Les écarts de température juillet-janvier dépassent 18 degrés. Les précipitations tombent en été. Le climat méditerranéen domine dans les zones bordières de la mer Méditerranée, protégée des influences océaniques par les montagnes. Il se caractérise par un intense rayonnement solaire, par une sécheresse estivale et par des hivers très doux. Les précipitations tombent sous forme de violentes averses en automne et au printemps. Le climat de montagne s'étend sur les régions élevées des massifs français. Il se caractérise par le froid et la longueur de l'hiver qui s'accentue avec l'altitude, par des précipitations abondantes, par un important enneigement hivernal. Le climat de l'hiver de l'hiver. Le climat 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 de l'hiver. Le précipга de l'hiver. Le climat de l'hiver. Le climat d'hiver. услышали или прочитали, а правильно поняли весь объем вот той информации, которую хотели до нас донести говорящий или пишущий. Ну, в зависимости от того, какой источник информации мы будем предпочитать или с каким источником информации мы столкнемся, либо с письменным, либо с устным, с звуками. Поэтому следующий этап, который мы должны с вами совершить, предпринять в работе над текстом, это убедиться в том, что мы правильно поняли содержание текста. Давайте попробуем вместе с вами предпринять перевод этого текста с французского на русский. Климат Франции, расположенный на равном расстоянии от полюса и от экватора, умеренный. Не слишком холодный и не слишком жаркий. Территория Франции делится на три климатических зоны. Океанического климата, полуконтинентального климата и средиземноморского климата. Отдельно, в силу особенностей рельефа, выделяется зона горного климата. Океанический климат преобладает на двух третях территории на всем западе Франции. Его главные характеристики – мягкость и влажность. Зима теплая, лето прохладная. Общее количество осадков невелико. Выделяются три разновидности океанического климата. Фламандский – на севере, с более холодными зимами и дождливым летом. Аквитанский – на юго-западе, с более жарким и сухим летом. Ясный осенью и частыми дождями весной. И парижский – с более жарким летом и более холодной зимой. Полуконтинентальный климат преобладает на востоке и в долинах, защищенных от западных ветров. Он характеризуется жарким летом, с частыми грозами и холодной зимой, с обильными снегопадами. Колебания температуры в июле-январе превышают 18 градусов. Осадки выпадают летом. Средиземноморский климат господствует на побережье Средиземного моря, защищенном от влияния океана горами. Для него характерны обилие солнечных дней, засушливое лето и очень мягкие зимы. Осадки в виде сильных ливней выпадают осенью и весной. Горный климат распространен в высокогорных районах Франции. Он характеризуется длинной и холодной зимой. Итак, мы с вами успешно провели то, что называется семантизацией текста. То есть мы убедились в том, что содержание прослушанного и прочитанного полностью нами освоено. То есть мы правильно поняли содержание текста, что очень важно. Потому что только на этой основе мы можем гарантировать, что в дальнейшем мы правильно сможем совершить ту или иную компрессию текста. Потому что правильное понимание предопределяет и правильное вычленение основных мыслей текста в целом, основных мыслей каждого абзаца, как структурных единиц текста. И, наконец, правильно смоделированные мысли, содержащиеся в тексте, естественно, адекватно обретут и те или иные фактические подтверждения за счет имен собственных, каких-то фактов, цифр и так далее. Вот всего того, что и составляет содержательное наполнение текста. Теперь, точно так же, как и в предыдущих занятиях, поскольку мы с вами заговорили о содержании текста и о том или ином виде компрессии текста, я попрошу вас выполнить ставшее уже, наверное, привычным задание. Итак, напомню общую ситуацию, которая состоит в том, что при повторном пересказе текста, при повторной передаче информации, естественно, никакая информация не передается на 100% идентично. То есть, в устной речи особенно происходят какие-то модификации. Вот как и в том случае, в случае такого упражнения, пока что предваряющего упражнения, можно попытаться вычленить в услышанном те фрагменты материала, которые подверглись каким-то изменениям. В данном конкретном случае речь пойдет о компрессии, о самом простом виде компрессии, об опускании какой-то информации, которая с точки зрения говорящего почему-то оказалась малозначимой, либо неинтересной. Итак, еще раз вы прослушаете текст и попытаетесь уловить, вычленить, какие фрагменты информации с точки зрения говорящего оказались неинтересными, малозначимыми. И, собственно, именно что в устной речи было пропущено при повторном рассказе о климате Франции. Итак, давайте с вами попробуем выполнить это задание. Еще раз напомню, суть этого задания нужно внимательно прослушать текст, помня о том, что часть информации в нем опущена. И нужно будет по-русски потом сформулировать те смысловые блоки, которые были пропущены рассказчикам при повторном воспроизведении текста. Итак, давайте с вами послушаем еще раз этот текст. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, а теперь мы можем перейти с вами к итоговому этапу работы с текстом. Вот одному из основополагающих этапов работы с текстом, а именно самостоятельному чтению. Итак, вот третий, основной, напомню, этап, которым сопровождается текст в каждом уроке нашего телевизионного курса, это этап самостоятельного, аналитического, внимательного, медленного прочтения текста. С тем, чтобы выработать в себе, во-первых, навык чтения текста на иностранном языке, на французском языке, в нашем с вами случае. И вот такое медленное аналитическое чтение текста, оно осуществляется параллельно с его осмыслением, запоминанием. То есть, таким образом, за счет внимательного чтения мы проникаем еще раз в содержательную часть текста. И таким образом решаем все-таки две задачи. Мы осваиваем внешнюю структуру языка и внутреннюю, содержательную структуру языка. Итак, внимательно читаем текст. Продолжение следует... 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 а именно приставка и суффикс. Давайте посмотрим с вами, что представляет собой система приставок и суффиксов в имени существительном современного французского языка. Итак, приставки. Все приставки, точно так же, как и в русском, так и во французском языке, имеют некий смысл, имеют некую семантику. Итак, приставки, которые имеют значение удвоение, вот вы видите случай на слайде, это приставки bis и bi, и приставки, которые обозначают совместность, такие как con, con, col, col, col и col. Помимо этого, в современном французском языке, в структуре имени существительного, представлены и приставки, которые несут в себе значение отрицания. И вот такая своеобразная приставка со значением половины, как приставка mi. Это, напомню, была система приставок имени существительного современного французского языка. И, как я уже сказал, нас будет интересовать система суффиксов, имен существительных в современном французском языке. Опять-таки, суффиксы имеют свой набор значений, точно так же, как это присутствует и в русском языке, и вот наиболее распространенное, собирательное значение представлено в современном французском языке целой серии суффиксов, такие как ad, aj, en, at и eri. Точно такой же, достаточно обширный набор суффиксов представлен у имени существительного набора суффиксов, представляющий действие. Всего два суффикса, которые будут нам встречаться в нашем курсе, суффиксы имен существительных, имеющие значение состояние. Обратите внимание на наличие во французском языке серии суффиксов, которые обозначают национальность или происхождение. наряду с этим присутствуют суффиксы, обозначающие звание или профессию, а также серия суффиксов, имеющих уменьшительное значение, то есть придающих имени существительному вот такое уменьшительно-ласкательное значение. Ну и, наконец, суффиксы, при помощи которых образуются значение женского рода и значение орудия. И в заключение этого краткого грамматического комментария напомню, что имя существительное это самостоятельная часть речи, обозначающая предмет. Вот небольшой грамматический комментарий, который я хотел бы завершить. Основной этап работы над текстом, над языковым материалом очередного четвертого урока нашего с вами курса. Ну а вот в самом конце занятия я хотел бы еще раз обратиться к такому явлению, как ключевые слова. Обращение к ключевым словам и к ядерному предложению, вот к этому явлению языковому, оно, собственно, призвано помочь вам решить две задачи. Первая задача – это моделирование содержания текста на основе динататной карты на русском языке и на французском языке, то есть на базе русского текста и французского текста. И ключевые слова и ядерные предложения обеспечивают нам ту или иную компрессию текста. Вот напомню в этой связи, что эти термины обозначают. Это ключевые слова, это главные опорные слова, которые помогают понять содержание текста. Ядерное предложение – это то предложение, которое наиболее точно отражает смысл абзаца, то есть какой-то субструктуры текста. Ну и, наконец, компрессированный текст – это сжатый текст, который составлен из обобщенного содержания абзацев, и он может быть выражен как своими словами, так и словами автора. Вот в качестве одного из домашних заданий я и хочу вам предложить составить такой небольшой компрессированный текст на французском языке, отталкиваясь от русского текста. При этом первый, безусловно, этап, он будет наиболее простой, то есть мы пока что воспользуемся словами автора. Для этого нужно будет вспомнить материал самого первого текста, текста первого урока, а именно текст, напомню, был посвящен Франции. И я предлагаю вам выполнить следующее задание. Я по-русски назову вам ключевые слова и ядерные предложения этого первого текста. Ваша задача дома, уже самостоятельно, при помощи словаря будет отыскать эквиваленты этих ключевых слов и ядерных предложений и таким образом, основываясь на совокупности этих ядерных предложений и ключевых слов, попытаться создать некий компрессированный текст, напомню, первого урока. Итак, какие ключевые слова и ядерные предложения я бы выделил в первом тексте? Некоторые сведения о Франции. Площадь Франции, количество жителей, столица Франции Париж. Следующее ядерное предложение. Территория Франции разделена на 22 области и 95 департаментов. Ядерное предложение в третьем абзаце в состав Франции входят 10 удаленных департаментов и территорий. Ядерное предложение четвертого абзаца «История Франции была бурной». С моей точки зрения, ядерным предложением пятого абзаца, первого текста, могло бы стать следующее. Короли правили страной вплоть до революции. Ключевые слова и ядерные предложения следующего абзаца. «Франция, республика, глава государства, президент республики, управлять страной, премьер-министр». Вот это те ядерные предложения, ключевые слова, которые, на мой взгляд, составляют за счет авторских слов, напомню, смысловую основу текста. И вот выделив эти ядерные предложения, ключевые слова, именно в авторском тексте, и найдя им эквиваленты на французском языке, мы можем совершить первый шаг в деле компрессии текста, то есть достаточно кратко передать основные мысли, основные ключевые положения данного текста, который мы взяли из первого урока, напомню, и который назывался «Франция». Вот это будет одно из домашних заданий, которые я попрошу вас выполнить. И помимо этого, уже, наверное, ставшие традиционные серия домашних заданий, касающихся, вот помимо того текста первого урока, который нужно будет вспомнить и обработать вот так, как я вам предложил, серия домашних заданий, которые имеют уже отношение к материалу текущего четвертого занятия. Итак, первое задание традиционное уже, нужно составить динататную карту к русскому варианту текста. После того, как вы выполните то самое домашнее задание по тому образцу, как я вам продемонстрировал на материале текста первого урока, вы можете по той же самой схеме попробовать составить компрессированный текст на французском языке уже применительно к тексту четвертого урока. Но вначале, напомню, нужно будет вот по предложенной мной схеме попытаться компрессировать текст первого урока, а затем вот выполнить второе задание, то есть составить компрессированный текст на французском языке текст урока четвертого. Я вам рекомендую составить динататную карту к французскому, также варианту текста, и написать пересказ, это другой вид компрессии текста. Напомню, что компрессия текста может осуществляться за счет слов автора и за счет собственных слов. Так вот, четвертое задание, собственно, ориентировано на такую подготовку, когда вы сможете компрессировать текст уже за счет своих собственных слов. Вот давайте попробуем сделать это сначала на материале русского языка. То есть, когда вы напишете пересказ на русском языке, таким образом вы совершите вот эту компрессию текста, и при этом вы, естественно, будете использовать не только слова автора, вы будете упрощать какие-то структуры, грамматические, синтактические структуры, и будете пользоваться, безусловно, своими словами. Вот давайте этот как бы этап сначала попробуем совершить на материале русского языка. А дальше, в порядке эксперимента, вы можете попробовать перенести свой пересказ на французский язык. Может быть, словами автора сначала вам лучше удастся, либо, если удастся, то и своими собственными словами. И, наконец, еще один вариант задания. Можно попробовать пересказать текст на французском языке, опираясь уже, собственно, на одинотатную карту к французскому варианту текста. Как видите, от урока к уроку объем и вариативность домашних заданий, безусловно, будет увеличиваться. Но напомню еще раз, что без дополнительной домашней работы ограничиться только нашими телевизионными уроками безусловно нельзя. Язык требует регулярной, постоянной работы. И не любят, когда его забрасывают, либо о нем забывают. На этом наше с вами очередное занятие по курсу французского языка для начинающих подошло к концу. Я прощаюсь с вами до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok